Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Россия продолжает нести в Украине огромные потери, где буквально вся страна оказывает агрессору ожесточенное сопротивление. Ожидаемого Блицкрига не вышло, вместо этого получился позор. Ну, в принципе, думаю, это всем уже очевидно и понятно. Никто не встречает россиян с радостью и с цветами, как это ожидалось изначально, а встречает в лучшем случае плевками и проклятиями, а в худшем – выстрелами. В городах юго-востока Украины, которые уже заняты российскими военными, начались массовые митинги против присутствия российской армии. Люди выходят на улицы с украинской символикой. Люди заявляют, что они украинцы, хотят жить в Украине и не хотят терпеть у себя никаких агрессоров и оккупантов. Сегодня очередной массовый митинг состоялся в небольшом городке Новая Каховка. Это действительно маленький город, но там на улицы вышли тысячи людей. То есть буквально полгорода вышло на митинг против России. Знак «З», который стал символом вторжения РФ в Украину, теперь ассоциируется у всех исключительно со свастикой. Российских военных в Украине иначе как зондеркоманды теперь из этого знака «З» не называют. То есть те, кто называл себя борцами с фашизмом, по факту во всем копируют гитлеровцев и даже их символику. По всей Украине сейчас стоят сожженные российские военные колонны, помеченные этим знаком. Потери РФ в Украине просто колоссальны. Я понимаю, что в России ничего этого не показывают, там скрывают реальное положение дел, но сейчас я покажу вам несколько видео просто для иллюстрации ситуации, чтобы все понимали, что происходит здесь на самом деле. Вот эти видеоролики никогда не покажут на российском ТВ. Мамадара. Зетки тигры. Ой, боже, посмотри, сколько этой нечисти. Действительно все черное такое, противное. Ой, боже, куда ж вы претесь? Вот наша машина стала попала подраздновать. Что ж вам не хватает в этой жизни, а? Это ж как, нуждаться... Зомбированный, зазомбированный. Зомби. Зомберкоманда. Это ж как, надо нуждаться, чтобы попереть, ограбить и убивать. Капец, боже. А вот уже другая российская колонна, в которой ехала Росгвардия. Это такие российские полицаи, которые с собой в машинах везли шлемы, дубинки и щиты. Видимо, чтобы разгонять митинги мирных украинцев. Смотрите, друзья, разбитое колонна россиян, здоровейнейшая, не знаю сколько, вот техника всяческая. И посмотрите, с чем они ехали брать Украину. Они думали, что мы вообще какие-то хохли, но тут оказались казаки, казаки украинские, которые разбили этих оккупантов в пух и прах. Видите, они ехали с обычными шоломами, с щитами. Они думали, что у нас проконают так, как в Москве, в Питере, або в другом российском городе. Но вышло не так. ОМОН не доехал, друзья. ОМОН встал на подъезде до Харкова и остался тут на веки вечнее. Так что, друзья, берегите себя, своих близких. Не поддавайтесь на лживую манипуляцию. Эти ребята были разбиты, но доехали под Харьков другие и очень сильно обстреляли жилые города, разбили Харьков сильно. Есть много убитых, тысячи, уже десятки тысяч поколенченных душ. Вот в снегу, ближе снимать не буду, видно пальцы. Вот, это приехал человек геноцифицировать Украину. Он сейчас лежит под снегом. Благо сейчас холодно, иначе стоял бы здесь от него неприятный запах. Так что, друзья, так и живем. Мы нацелены только на победу. В любом случае стоим до конца. Никто нас, никто не будет разгонять наши митинги насильно. Мы воле изъявления народа будем проявлять тогда, когда посчитаем нужным. И никто сюда не посмеет прийти с этими щитами, шлемами и навязывать нам свою диктатуру. Все будет Украина, друзья, держимся, слава Украине. Помогайте войсковым и волонтерам. Только вдумайтесь, они реально ввезли сюда амуницию для своих мусоров, потому что думали, что украинцев можно победить щитами и дубинками. Но они, видимо, настолько привыкли к покорности и трусости россиян, которых они действительно уже много лет держат, скажем так, в узде с помощью вот этого нехитрого инструмента, что они решили, что и в Украине это тоже сработает. Но не вышло. Как-то вот украинцы с этим не согласились. И теперь те, кто собирался применять эти дубинки и щиты против гражданского населения, поедут домой в цинковых гробах. Уже сейчас понятно, что авантюра Путина в Украине провалилась. Вот даже несмотря на то, чем бы не кончилась вообще вся эта история, уже сейчас понятно, что задумка была совершенно иной. И эта задумка не оправдалась. И дело даже не в силе украинской армии. Дело даже не в тех колоссальных потерях, которые россияне уже здесь понесли. Дело в украинцах. Тут просто Путину не на кого больше опереться. Вся страна против. Даже те пророссийские украинцы, которые существовали еще совсем недавно, теперь исчезли. Путин их сам расстрелял своими крылатыми ракетами и разбомбил самолетов. Поэтому все. Не осталось больше здесь людей, которые бы приветствовали вот эту карательную операцию Кремля против нашей страны, против Украины. Да, Путин может теоретически захватить какую-то часть территории. Может даже посадить там какого-нибудь гауляйтера, типа никчемного, 8 лет назад сбежавшего из страны Януковича. Или точно такого же никчемного, впавшего в маразм Азарова. Но им совершенно не на кого будет здесь опереться. Нет людей просто, которые готовы им служить. Не существует армии, которая готова защищать их режим. Не существует просто даже обычных клерков, которые готовы с ними сотрудничать. То есть, что дальше? Каким образом они собираются держать в покорности вот эти подконтрольные им территории, совершенно непонятно. Как они собираются их содержать, то, что они оккупируют? Ну, понятно же, что никто не будет здесь подчиняться этому оккупационному правительству. Будет саботаж, будет партизанская война. Это уже понятно и очевидно. Это уже видно, судя по тому, что происходит. Да, можно какое-то время держать здесь оккупационные войска и опираться на них. Но их невозможно держать здесь годы. Это просто не работает. Так не получается. Тем более, на это все нужны деньги. А денег у России больше нет. Для того, чтобы содержать оккупированные территории, содержать людей, нужно каким-то образом поддерживать их экономику. А экономика в самой России больше не работает. У России больше нет денег, за счет которых она раньше покупала какие-то лояльные режимы, типа Лукашенко. Кстати, я думаю, что Лукашенко тоже начинает это понимать. Что на его содержание нету больше бабла. А бедных нищих империй просто не бывает. Они долго не держатся. Поэтому вся эта история, она обречена на провал. Она долго не протянет. Это тупик. Тупик, вызванный тупостью, маразмом и одержимостью российского лидера Путина. И чем быстрее россияне осознают эту простую истину, тем быстрее мы все сможем из этого тупика выбраться. Поэтому остается только в очередной раз обратиться к россиянам. Посмотрите, что Путин творит. Да не с нами, ладно, я понимаю, вам нас может быть и не жалко. С вами, с вашей страной. Это сумасшедший поехавший 70-летний дед, которому в любом случае осталось не очень долго. Ну не может он жить там 120 лет и оставаться у власти. Расхлебывать то, что он сделал, будут будущее поколение, более молодые россияне. Им это все выгребает. Поэтому чем быстрее вы избавитесь от этого полоумного просто мудака, тем быстрее вообще эта ситуация, возможно, как-то нормализуется. И вам удастся спасти жизни. Удастся спасти жизни. Ну даже я понимаю, вам не жалко украинцев. Хорошо, своих же солдат, которых гонят на убой, которые здесь массово гибнут. Я показываю вам видео разгромленных российских военных колонн. В них едут люди, едут ваши солдаты, которые погибают. Эти потери очень большие. Поэтому думайте, думайте уже сейчас. И самое главное, распространяйте эту информацию. Информация о том, что в самом деле происходит в Украине, должна доходить до всех. В том числе до россиян. Поэтому если есть родственники в России, если есть знакомые в России, распространяйте, доносите до них это видео. Субтитры сделал DimaTorzok